Политическое противостояние. Так можно назвать ситуацию, которая сейчас происходит в Николаевске-на-Амуре. На главу города Петра Волынского завели уголовное дело. Сейчас идет следствие. Его обвиняют в злоупотреблении должностными полномочиями. Чиновники районной администрации, как договорились, обвиняют мэра в нарушении закона. Оценку даст судебные органы, насколько, так скажем, прав или не прав Петр Васильевич. Говорю свое мнение, но вот эти личностные амбиции, они, и что вот я, и я один, и вот я лучше всех, они, конечно, ему мешают работать. Весной 2012 года была попытка импичмента. Пять депутатов городского совета потребовали отставку Петра Волынского от должности. Однако процедура не состоялась. Инициаторы импичмента по каким-то причинам не явились на заседание. Испугались. Или получили какие-то указания. На защиту мэра встали остальные депутаты города. Они уверяют, на градоначальника идет травля. Его хотят убрать с поста. В будущем вместо двух глав района и городской у нас будет одна. Лучше любого политика скажут горожане. Многие утверждают. Заметили положительные перемены в Николаевске-на-Амуре, когда Петр Волынский еще возглавлял управляющую компанию «Частный ЖЭК». Во-первых, своевременно на отзывы диспетчера отвечают. Во дворе очень чисто. Недавно поставили песочницу, потом качельку сделали. Зимой дороги никогда не чистились. Доходило до того, что здесь автобус на центральной улице застревал с пассажирами. Дороги не чистились. А сейчас даже частный сектор градируется. Между тем, жителям и депутатам, которые встали на защиту Петра Волынского, угрожают. Давление на депутатов было оказано очень сильным. И угрозы идут постоянно. Если вы не примете решение об удалении главы города в отставку, то пострадает не только вы, как депутаты, но и ваши члены семьи. Противостояние продолжается.